Шон Симпсон новый главный тренер локомотива. Эта новость облетела весь европейский хоккей. Симпсон канадец, но именно в Европе он стал специалистом топ-уровня. Мой коллега Евгений Полковников о новом рулевом железнодорожников. Шон Симпсон выиграл с Цюрихом Лигу чемпионов пять лет назад, но затем переключился на работу со сборной Швейцарии. Она преподнесла сюрприз на прошлом чемпионате мира, взяв серебро. Лучше нее оказались только шведы. Вполне возможно, что Симпсон планирует вскоре повторить этот успех в мае в Минске, чтобы встать у руля локомотива, как говорится, на коне. От швейцарцев не так давно, пожалуй, лишь специалисты ожидали сюрприза. Симпсон, набравшись опыта в Европе, сделал вначале хоккейный клуб, а потом сборную горнолыжной страны серьезным соперником для любой команды. А этот товарищ современный, он сделал из неизвестных игроков конфетку, швейцарский сыр. Команда Симпсона играет просто в красивый, комбинационный, такой силовой и не грязный хоккей, между прочим. Маленькая Швейцария собирает 17-тысячную арену в Давосе, в Цюрихе. Вот надо с кого пример брать. И я думаю, что он принесет что-то новое. Болельщики на встрече «Локомотива» из Праги говорили, что команда способна завоевать кубок Гагарина. После официального назначения Симпсона главным тренером железнодорожников стало известно, что он смотрел каждую их игру в плей-офф. Остался доволен. Ему такой хоккей близок. Успеха от него ждут и в Ярославле. Возможно, Симпсон усилит состав «Локомотива», но это дело будущего. Его консультантом может выступить Дэйв Кинг, мастер в матчах на вылет. Бронза «Локомотива» в сезоне добыта не без него, но есть куда расти. И есть с кем. Гол Джеффа Плета в Праге-Льву признан лучшим в истории КХЛ. Я думаю, что «Локомотив» продолжит этот вектор развития, который задал Дэйв Кинг. Ну и, насколько я знаю, Симпсон с Дэйвом Кингом, если не дружат, то общаются. Поэтому Кинг легко сможет передать те идеи, которые он уже вложил в «Локомотив» Симпсону. И Симпсону просто нужно их развить. Симпсон со сборной Швейцарии работает до конца чемпионата мира. Затем «Локомотив». Контракт на два сезона. В Ярославль, по словам канадца, он приедет в начале лета. Помогать ему в «Локомотиве» будет его нынешний коллега Колин Мюллер. Евгений Полковников, Максим Сушанов.